Друзья, всем привет! Сегодня у нас довольно-таки интересное познавательное видео информационного характера и видео посвящено выставке продажи военной техники, которая состоялась в городе Старые Дороги и проходила она 27-го числа, 27-го июня. Но, к сожалению, я не смог на нее попасть по причине состояния здоровья и очень хотел съездить, но я в тот момент как раз приболел немного и поэтому не получилось у меня попасть туда, но нашелся человек, который мне снял немножко материала, чтобы вам показать, чтобы вы понимали, что можно купить на выставке продажи и чтобы просто посмотреть представленные, скажем так, экземпляры. Зовут его Вова, ему огромное-огромное спасибо. Единственная, конечно, проблема то, что видео не совсем хорошего качества, но, тем не менее, общую картину происходящего вы увидите. То есть, я думаю, вполне нормально, вам понравится. Так что смотрим. Итак, ребят, в двух словах. В Старых Дорогах было два отделения по продаже техники, то есть одно было отделение с бензиновой техникой, фотографии которого вы видите сейчас. Это отделение огромнейшее, как вы можете наблюдать. Там просто туча всяких зилов на выбор зилов ГАЗ-66 и уазиков, что является редким, очень редким, редким событием, когда есть возможность купить уазики именно с хранения. Причем были уазики как тентованные, так и буханки. Но, к сожалению, видео с этой части выставки, вот большой, вот этой, которой сейчас вы видите, фотографий нет, а есть только фото. А видео у нас представлено из дизельной части этой выставки, которое мы сейчас посмотрим. Ну, вот вы видите, что на фотографии просто в горизонт уходит общее количество машин, бочки какие-то продаются. Вот там ГАЗ-66 на дальнем плане видны. Ну, конечно, просто разбегается глаз. По поводу цен, цены в районе там от двух до трех тысяч долларов. Вот, сейчас приступаем к дизельной, к дизельному отсеку техники. В общем, смотрим. Вот это представлена дизельная техника, в частности, старенькие мазики лобатые, они не полноприводные, но, сами видите, такие машины довольно сохранившиеся, однако, смотрите, сиденья уже не родные, солдатики здесь затюнинговали магу. Вот, дальше мы можем посмотреть, это уже супер маз с высокой кабиной, более современный. Это мазы-самосвалы. Вот, также старички-камазики, тоже самосвалы. Ну, вот этот конкретный экземпляр, вот смотрите, сейчас мы увидим поближе, он стоит четыре тысячи пятьсот белорусских рублей. Кстати, по цене, так, вы сможете сделать стоп-кадр, и, чтобы я каждый раз вам не называл, и посмотреть. То есть, цена в белорусских рублях делится пополам, и получаете цену в долларах. То есть, если вот четыре тысячи пятьсот рублей стоит, это значит, в долларах будет две двести пятьдесят долларов. Вот, два экземпляра, ГА-66 подуставших таких, не очень симпотных. Вот, ну, цена, мне кажется, здесь, конечно же, соответствует представленным экземплярам. Также, вот, видите, зилки представлены были здесь, тоже в дизельном отсеке, но они, тем не менее, бензиновые здесь стояли. В чем, значит, ну, давайте по зилам расскажу. Значит, зилы были и со станками, стакарными там, тоже, ну, вот эти у нас как раз-таки без стакарных станков, а просто представлены в виде Кунга с каким-то там определенным там оборудованием. Вот, видите, лебедка стоит на этом конкретном экземпляре. Ну, однако, в Кунге там ничего интересного особо нету. Сейчас вы увидите, то же состояние салона такое не очень, все зашито, так и красиво. Ну, то есть, снизу он очень ржавый, такое, видите, ну, то есть, состояние, ну, так, не очень, скажем так. Вот, ну, Кунг, Кунг, видите, внутри здесь немножко есть какое-то определенное оборудование, верстаки там, проверка этих, сумок, ну, то есть, кто больше разбирается в этом, он поймет, что это. Ну, я считаю, это пустой Кунг, скажем так, потому что самый крутой Кунга, это, конечно же, когда внутри станок токарный, вот, поэтому, здесь они как раз-таки не представлены были, они были представлены, такие варианты в той части, где продавались именно бензиновые, только лишь машины, которые вы видели в фотографии. Ну, вот здесь рубанок оставили военные, ну, прикольно, в общем, в целом. Конечно, было бы интересно там побывать. Ну, вот еще тоже чуть-чуть подуставшие зилки здесь, видите, резина, конечно, никакая, то есть, ну, так себе. Ну, вот цена, делите пополам, получаете в долларах США. Вот зилок тоже бортовой, правда, ну, кто-то на нем заехал четко, капотом, очень четко. Что ж, сейчас мы увидим с вами уже конкретно дизельную технику, так, вот, вы видите, Камазик, это машина на аукцион, основная масса этих машин идет на аукцион, сейчас вы увидите один из Камазов, я не помню, какой именно из них, так, вот этот, вот этот Камаз, вот этот Камаз, он идет без аукцион, реализация 8 тысяч, то есть, в районе 4 тысяч долларов, вот, видите, состояние какое-то такое, но он со спальником, правда, ну, подуставший, ничего не скажешь. Ну, остальные вот эти Камазы, все, они через, реализация через аукцион, вот, ну, тоже, конечно, техника подуставшая, однако, она хорошая внутри, ну, более-менее хорошая, скажем так, вот, видите, даже есть экземпляр с лебедкой, и, с лебедкой, и с, с спальником, не обошлось и без КРАЗа, КРАЗа были представлены сидельные тягачи, и буквально пару шасси там были представлены, вот, сидельный тягач КРАЗ, такой старичок, старичок, ну, в чем у них проблема, у них рама короткая, сидельных тягачей, по отношению к другим КРАЗам, вот, стандартным таким, вот, сидельный тягач имеет короткую раму, и поэтому для лесовозов, так не очень вариант, ну, КРАЗики тоже, вы сами видите, состояние такое, ну, вот, это хороший КРАЗик, хорошее состояние, вот, это похуже, конечно, но, вот, этот как раз таки, с лебедкой сзади, то есть, такой вариантик, неплохой, по центру, там, лебедка установлена, в КРАЗе, ну, в кабине, сами видите, такое, не супер, но, вполне, вполне, так, ну, самое интересное, это, конечно, Уралы, посмотрите, какое количество, здесь просто, ошеломляющее количество, но, вот, тоже тягач, АТС 59Г, эти Уралы, которые представлены, они все, на аукцион, то есть, они, частично, здесь уже, выписаны документы, на продажу, просто, еще не забрали, владельцы, ну, вот, внутри, то есть, видно, что, машины, боковины, нет, видите, замка, зажигания, нету, нету, манометра давления, в шинах, то есть, никаких переключателей, проводка вся сломана, ну, такой, прощипанные машины, резина лысая, хотя, были, там, их, конечно, хорошие экземпляры, но, они все продаются, через аукцион, то есть, здесь, была возможность, просто, посмотреть машины, дабы, потом, участвовать, в аукционе, вот, посмотрите, еще, стоят, есть, и машины, которые, и на хорошей резине, стоят, вот, ну, это, конечно, резина, наташка, называется, она, шоссейная резина, не грязевая, но, тем не менее, есть, и в хорошем состоянии, резина, вот, ну, урал, и видите, сами, бортовые, все машины, такие, то, заменено, то, заменено, то есть, ну, реализация, вся, через, аукцион, вот, такие машины, конечно, они, требуют внимания, ребят, требуют внимания, и внимания, еще, какого, такого, чтобы все в солидоле, конечно, здесь, ну, это очень, очень редко, вот, так что, ну, в целом, конечно, количество, выставленной техники, очень, 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 удивило, ну, уранчик, вот, вот, это, неплохой, то, урал, красавец, такой, ветер, ровненький, ну, дальше, уже, такие, похуже, похуже, ну, видите, даже, с дугами, вот, там, есть, урал, и вот, на новой резине, то есть, ну, хорошей резине, реально, машина, то есть, на хорошей, внедорожной, резине, внутри, что-то, ну, жаренькое, все, конечно, конечно, наши, нежные, сейчас, посмотрим, внутри, ну, внутри, здесь, конечно, слезы, сами, видите, рулят, краза, вообще, да, рулят, краза, здесь, разбито, выбито, пробег, 17 тысяч, ну, вот, это, конечно, менять, если заменить, все, покрасить, конечно, можно сделать машину, хорошую, там, вот, видите, кразы, даже, 260, я, только, не заметил, не привык, не помню, ну, тем не менее, видите, урал, уралы, неплохие, ну, урал, посмотрите, урал, просто, классное состояние, ровненький, хороший, но, резину, естественно, не сняли, вояки наши, то есть, не всегда разрешает, но, тут, посмотрите, состояние, вот, это, урал, конечно, очень, классный, просто, классный, без вопроса, видите, давайте, внутри, ну, да, здесь, конечно, от времени, чуть-чуть, все это подустало, но, тем не менее, машинка, сама по себе, в очень хорошем состоянии, очень хорошем, видите, внутри, сразу видно, такая, родная красочка, внутри, в салоне, никто там, с баллона, не красил, ну, даже, вот, видите, микроусилитель, тормозов, тоже, красавец, такое состояние, видно, хорошее, вот, это, ура, вообще, бомба, ну, конечно, все через аукцион, ребят, напоминаю, потому, что, дизельная техника, в Белске, с контракцией, это аукцион, однозначно, ну, что ж, посмотрите, еще, ну, открыли капот, в одном из уралов, то есть, ну, в принципе, здесь очень красиво выглядит, красиво под капотом, то есть, ну, что-то, аккуратненько, просто батарея, вот, еще, хороший урал, тоже, обратить внимание, родная, родная краска на нем, лейба стоит, качество, ссср, то есть, тоже урал неплохой, выцелевший, но, ничего страшного, зато он, не покоцанный, шарпан, ну, то есть, машины, даже с резиной, как состояние, здесь, неплохое состояние, даже, я бы сказал, очень хорошее, сейчас, для него внутри, что здесь, даже сидушка, целая, видите, но, замок зажигальницы, мы не украли, ну, сидушка, даже целая, вот, еще, экземпляры, тоже, но, это уже, дальше, продвигаемся, ближе, к концу, уже, уралов, ну, конечно, вот, более-менее, резина заменена, правда, вот, такое состояние, мостов, смотрите, амортизаторы, еще, в упаковке, салон, видите, в огне, просто в огне, сидушка, целенькая, ну, внутри, конечно, тут, чуть-чуть, щипанули, спидометр, какой-то, все, не очень, не так, такая техника, бар в ужасном состоянии, рожжавчина, вот, как его заводить, как на нем ехать, ну, вот, тоже, ванчики, машины есть и хорошие, ребят, есть и хорошие, но, хорошая машина, конечно, на аукционе, за нее придется побороться, то есть, и выложить хорошую сумму, то есть, в районе, там, 7 тысяч долларов, где-то обойдется, торги, вот эти вот, на аукционе, то есть, купить урал там, ну, все будет, конечно, зависеть от количества желающих, но, тем не менее, тем не менее, хорошая машина, всегда будет, в цене, ну, вот еще, один моторный отсек, видите, все в изоляции, в этой военной, то есть, ну, красота, ну, общий вид, вот такой, ребят, общий вид, вот такой, то есть, это отсек с дизельной техникой, ну, просто, конечно, огромное количество техники, по сравнению, с предыдущей выставкой, в Осиповичах, здесь, просто, огромное количество техники, просто огромнейшее, вот, так что, ну, на этом будем заканчивать, спасибо, что смотрели, ребят, видео, вот такая вышла у нас, скажем так, выставка военной техники, к сожалению, я не попал на нее, но, решил все-таки поделиться с вами, вот этим видео, чтобы, ну, вы немного видели, я думаю, вы оцените по достоинству видео, все, спасибо, ребят, что смотрели, не забывайте подписываться на канал, постараемся на следующей выставке продажи обязательно побывать, жаль, конечно, что не попал я, но, тем не менее, всем всего хорошего, хороших людей на вашем жизненном пути, удачи, огромное везение, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...